всем большой привет зрителям нашего канала хочу вам сегодня показать рецепт карбонары но карбонары по-домашнему в более-менее бюджетном варианте то есть это будет не оригинальный рецепт а рецепт который делала обычная он получается очень вкусным даже без пармезана в общем ингредиенты спагетти такой вот балычок можно использовать бекон и кто как любит кто пожирнее берите бекон кто любит чтобы жира было минимум вот такой вот балычок отлично подойдет сливки нужны 20 процентные в нашем случае конечно 7 процентные мы не нашли 20 процентные но также подойдут 10 проценты но эти мы тоже использовали приготовление сливочного соуса поэтому отлично подходят и эти сливки так что вальди в принципе они всегда есть поэтому можете брать их также нам потребуется яичный желток три штуки то есть белок мы не будем использовать только три желтка белок вы можете потом использовать на какую-нибудь выпечку куда-нибудь добавить это уже по вашему усмотрению чеснок 2-3 зубчика масло растительное для жарки можете использовать оливковое опять-таки по желанию соль перец черный и по желанию орегано прованские травы итальянские общем на ваше усмотрение сейчас я вам буду показывать поочередно что же мы будем делать так отделили мы три желтка желтки солим перчим и хорошо взбиваем нас там знаешь что передо мной стоит штуки отлично да добавляем сливки и тертый сыр и будем тоже тщательно перемешивать виде наши сливки здесь добавляем все сливки 250 миллилитров должно быть у нас до последней капельки видите как я экономно сырок у нас на сколько у нас 200 грамм то есть 250 грамм сливок и 250 грамм 3 жирка сидит такой-то независимый просто что-то не кармезан ничего тоже до последней и все перемешиваем мне неудобно вообще из-за что я все перемешала сыра действительно получилось много но ничего страшного также еще чуть-чуть перчика добавлю чуть-чуть и ставим водичку на шпагетти просто истерика ну переборщила я сыром ну что ты начинаешь я вообще-то сейчас вообще тороплюсь поэтому я еще не совсем настроена на готовку я забыла давно я готовила карбонару сколько уже времени пришло настя знаешь что будет вкусно все нарезаем наше мяско у кого что у кого-то может будет бекон я нарезала не сильно мелко и не сильно крупно так среднем можете нарезать кубиками соломкой кому как удобно я делаю так как привыкли мы поэтому вот так дальше что ставлю разогревать сковородку и чищу три зубчика чеснока можете два чистить кто как-либо чеснок мы с Настей любим чеснок поэтому у нас три и показываю дальше обжариваем до золотистой корочки для золотистого цвета такая корочка цвет и и все равно сейчас куда будет отправляться наша ветчина наше масло ну это еще было рано ну ладно она наше масло масло нарезала то плита работает то она сильно жарит то очень не сильно вкусно бы не сгорел главное главное вкусно бы не сгорел потому что у нас такой будет вкус приятный Ну конечно да, с сыром я попросила нормально. Обжариваем минуты 3-4. Обжариваем наше мяско минуты 3-4. В зависимости как у вас жарит стовородская плита. Всё, ребята, отправляем наши сливки. Да, конечно, сыра слишком много. Я вообще затормозила конкретно. Боже, как неудобно с ним. Всё идёт не по плану, вообще. Лучше я его просто уберу. Никакого от него толка нет. В общем, будет у нас не карбонара, а сырная какая-то паста. Слишком много сыра вообще. Наста, а ну дай сливок своих, которые для кофе. Будем спасать ситуацию, конечно. Ну а что? Знаете, сколько я не готовила её? Воды. Ой, вообще тут один сыр, Наста. Давай сливки. Ой, я уже вижу комментарии. Ну я реально её умело готовить, но я не знаю, что пошло. Ты домой не готовила просто, вот и всё. Пошли, давай попал. Наста, уже гоплык. Может вообще, тебя не выставлять такой? Слышишь? Ты чего, прям таки плохо? Ну, вообще-то так не должно быть. Ну, понятно. Вообще страшно. Ты просто забыла, да, но не готовили это блюдо. Ничего страшного. Ладно, сейчас надеюсь на немножко это. По-любому вкусно будет. Огонь надо вымешать. Сейчас буду уже макарончики закидывать. Извините, пасту. Шпагетти. Сейчас. В общем, вот. Конечно, должно быть вообще всё по-другому. Он должен быть более жидкий, не такой густой этот соус с мясом. Ну, я в шоке. Вообще. Я расстроена. Запах, кстати, похож. Не ровно, они не расстраиваются. А ну, Настя, возьми вилочку, попробуй. Надавила опять прыщей, да, Настя? Не солёная? Столько сыра. У меня ещё сливки солила. Чуть-чуть. Вкусно. Не, не прям солёная. А, ну, не как карбонара, да? Чего? Нет, то же самое. Просто оно густенькое, а вкус точно же самый. И не солёное. Нет, не солёное. Сыр, видимо, не такой солёный, хороший. Серьёзно, сейчас ем. Клянусь, не солёное. Нет, серьёзно. То есть, что карбонара, просто она густенькая, та жидкая. А так, копия, то же самое. Да, прям копия. Я тебе серьёзно говорю, вот сейчас я ем, мне сейчас смысла нет. Не хочу выставлять такой рецепт. Аня, успокойся, реально вкусный рецепт, и вообще. Ничего страшного, ты же предупредила, сказала, типа, мы уже забыли, когда это готовили. Угу, только как теперь люди будут по такому рецепту готовить? Никак. Просто уточни людям, что сыр меньше, и всё. Ну, так я, я торопилась просто, и реально вообще в голову вообще не пришло. Я не голову, я сейчас начну. Тупо стою, передо мной штатив, потому что посреди кухни стоит стиральная машина, и мне мешала эта стиралка. Я вообще в мыслях каких-то своих. И закинула всю пачку сыра. Вкусно, Аня, серьёзно говорю. Ну ладно. Не вкусно, сразу опять кто-то на улице боялся. Нет, спагетти отварили, теперь добавляем соус. Да что ты, нормальный соус. Я его попробовала, реально вкусно. Тщательно, сейчас всё будем перемешивать. Оставилось его попробовать, Наста уже забрала. Да. Я хотела, чтобы оно остыло. Перемешиваем. Да, сейчас вилочку даю, всё хочу. Всё, вот так вот всё хорошенько перемешали. Сейчас будем насыпать и продегустируем. Всё, такая вот получилась паста. Я попробовала по вкусу реально очень-очень близко. Просто действительно я протупила, признаю, осознаю. Не добавляйте столько сыра, сколько добавила я. Там будет достаточно 125 грамм где-то сыра тёртого. И всё. А так по вкусу вообще идентично, да, можно сказать? Да. Нормально? Да. Смачно? Да, дуже смачно. Ну всё. Готовьте, но, пожалуйста, с сыром будьте осторожны. Да, обидите. Лучше всего пармезан добавлять. Там 50 грамм вообще пармезана идёт. Пармезан дорогой здесь очень. Поэтому, да. Ну, нормально, скорее вкусно всё равно. Вкусно, очень реально вкусно. Не, съем суп. Вообще не знаю, почему я этот как-то затормозилась. Ничего страшного, то же самое, Аня. Ну вот, копия, то же самое получилось. Ничего страшного, ты просто забыл. Просто у тебя живненькая. Я думаю, не снимала. Во-первых, это тяжело снимать с штативом, с камерой объявлять. Сыролка посреди кухни стоит. Это мешает уже. Задумалась, да, и она, кстати, высыпала всю пачку сыра, я в шоке. Ну ладно. Ну ничего страшного. В общем, рассчитываю на ваше понимание. Хотя я уже уверена, что вы там написали мне кучу всего, но это ваше дело. Всё. Смачного, Настя. Всем пока.